Друзья, отчасти Геннадий Сергеевич уже некоторые пункты из моей проповеди перечислил, но я попытаюсь немножко, как бы, как я вижу, но я думаю, что мы, если даже будем о Духе Святом-то проповедовать на один и тот же текст, я думаю, что мы не повторимся. Друзья, тема моей проповеди будет «Работа Святого в Духа, в нас». Друзья, я возьму для основания, чтобы какая-то была у нас сложилась схема, схема какая-то или запомнилась ту проповедь, послание римлянам. Я начну тут с третьей главы. Друзья, самое первое, что Святой Дух, когда подходит к человеку, или, как мы уже слышали, третья личность, божество, которая является непосредственным участником в нашем то спасении, и именно вот в этом Отец, Сын и Святой Дух едины, вот в этой работе, то, когда он подходит к нам по обетованию, которое нам оставил Иисус Христос, он говорил так, когда Дух Святой пришед, он скажет миру. Три вещи. Первая из них. Он скажет миру о грехе. Но выше текст написан вот так, что придет Дух Утешитель. Это Евангелие Иоанна, 16 глава. Пришед Утешитель. То есть он будет обличать нежно, он будет обличать осторожно, доступно. И даже, может быть, сам человек, сам человек, не найдя места уже в этом мире, в состоянии этого греха, он открывает личность, Святой Дух, который это упрощает. В послании только Римфянам написано так, что Христос сделал это для нас премудростью, потом это вот написано, оправданием, освящением и искуплением. Так вот, личность Иисуса Христа открывает нам Святой Дух. Вообще, друзья, когда мы на библейских курсах рассуждали, мы говорили так, а почему мы не молимся этому Святому Духу? Вот как бы мы молимся Отцу и Сыну. Мы молимся Иисусу Христу. Мы говорим очень часто в молитве Отец. Мы говорим Иисус Христос. Но очень редко мы говорим Святой Дух. То почему? Друзья, вот мы пришли к такому выводу, что Святой Дух, он как бы всегда... Вот, например, Христос, когда пришел туда на землю, он больше говорил об Отце. А Дух Святой, он направляет наш взор на Иисуса Христа. И как мы уже слышали, нет другого имени под небом. Это было сказано проповедь то Петром. Нет другого имени под небом, то данного человека, которому надлежало бы нам тут воспастись. То есть Святой Дух открывает нам личность Христа. И нет ни в ком ином тут воспасения. Лишь только в Иисусе Христе. Он сделался тут для нас. Жертвует этого за грех. Он, Христос, нас учит. И Он же нас, Христос, ведет в небо. Он является нашим то ходатаем, то перед Отцом. Друзья, и Духа Святого как бы нету. Или еще, друзья, мы читаем то первое послание Иоанна. Апостолы говорят, что... Апостол Иоанн говорит, чтобы мы имели общение с Отцом и Сыном. А где же... Это вот третья личность Божества. Смотрите. А мы... Чтобы вы имели общение с Отцом и Сыном. А третья личность Божества где? Так вот, друзья, апостол Иоанн Духом Святым. Духом Святым то говорит нам, чтобы мы имели общение с Отцом и Сыном. Друзья, сегодня Дух Святой непосредственно оказывает влияние на наше то спасение. Из чего оно тут начинается? С чего? Первое. Дух Святой обличает нас о грехе. Мы читаем это в третьей главе послания римлянам. 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы от Божьей. Друзья, смотрите, как Дух Святой открывает нам нашу ту греховность. Он открывает не глубину нашей ту греховности, а открывает несчастность нашей ту греховности. Несчастность. Что мы, благодаря тому, что мы согрешили, или, так сказать, по вине ту греха, по вине нашей, мы лишены славы Божьей. Друзья, бывает, люди приходят к Богу, потому что не сложилась семейная жизнь, банкротство, много кредитов, оставили друзья, беды, болезни, скорби и так далее, и так далее. Но человек, бывает, не знает причину истинную, но Дух Святой ее открывает. Истинная причина – ты лишен славы Божьей. У тебя самого-то главного нет. В твоей жизни нет Христа. Поэтому, друзья, Дух Святой в нашу жизнь приносит Христа. Личность открывает Христа. Он животворит нас. Он рождает нас свыше. И прощает нам все грехи. Друзья, в 4 главе, в следующий пункт, 4 глава нам говорит, 4 глава послания римлянам, 7 стих. Блаженные, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Друзья, Дух Святой свидетельствует Духу нашему самую главную вещь. Он много нам о чем-то говорит. Он открывает нам, служителям он открывает то тайны, то домостроительства, то Божьего. То благовестникам он открывает слово, то благовествование. Христианским семьям он устрояет секреты, то семейной жизни. Как устроять свою семью, кто глава, кто подчиненные, в каком отношении должны быть муж и жена. Это все открывает Святой Дух. Но самое то главное, самое главное, что Дух Святой открывает это, что мы дети Божьи. Он сообщает нам главную то весть. Прощен, то прощен. Друзья, мы недавно говорили, вспоминали такой текст, 2 глава Евангелия от Марка. Написано так, что когда внесли человека, четверо, друзей проломали, или сказать, крышу, крышу дома раскопали и опустили к ногам нашего Господа Иисуса Христа расслабленного, то Христос, когда его исцелил, он на первом месте сказал, прощаются тебе грехи, встань и ходи. Люди больше возмутились от слова таких, вот возмутились, не от того, что он сказал, исцелил ту прокаженного, расслабленного. А люди больше удивились, как ты, ты сказал такие слова, прощаются тебе грехи. Но именно, друзья, именно, друзья, Христос именно решил этому человеку возвести самое главное, тебе прощаются грехи. А потом уже, как знамением подтвердить его, то прощение, исцелением его, исцелением. Друзья, Дух Христос предупредил, он говорит так, кто похулит сына, то человеческого, то простится. Хотя тоже плохо, когда, друзья, мы оскорбляем личность Господа нашего Иисуса Христа. Но Христос предупредил наш, он говорит, кто похулит Духа Святого, тому не простится. У меня возникает вопрос, почему? Есть много разных рассуждений. Друзья, но я хочу одно из рассуждений в свете вот этого текста. Или, друзья, причина, потому что именно Дух Святой несет нам весь то прощение. И если мы его отвергаем, если мы его хулим, то вот этого главного небесного почтальона мы прогоняем из своего сердца, из своей жизни. Потому что именно он несет нам весь то прощение. И если я его хулю, а не это благословляю и не принимаю, то кто мне принесет эту весть о прощении? Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Мы сейчас то слышали послание о римлянам, 10 глава, 16 стих. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Поэтому, друзья, царь то Давид говорит, этот взятый текст, то Псалма, то блажен, чьи беззакония то покрыты. То блажен, друзья, высшее состояние то счастья, когда мы то прощены. С этого начинается наша жизнь, христианская жизнь. То третий пункт, что делает Святой Дух? Послание о римлянам, то пятая, то глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ. Друзья, мы получили этот доступ к престолу, эту благодати. В 9 главе послания к евреям мы читаем такой текст, что скиния, которые еще были в Ветхом Завете, скиния, жертвенник, все жертвы, которые приносились, они свидетельствовали, что доступ в небо-то закрыт. Друзья, но когда мы читаем Евангелие от Матфея, и когда Христос на Голгофе испустил Дух, испустил Дух, то следующий текст, он нам говорит вот о чем. И завеса в храме разодралась. Это надвое. Сверху вниз. То есть это не содействие рук человеческих. Это сделал Святой Дух. Он открыл нам доступ в небо. Если раньше он был закрыт, то теперь он открыт. В 10 главе Евангелия от Луки ученики, когда увидели, как Христос молится, а его молитвы были простые, проникновенные, по этим молитвам они видели, как небо приходит в движение. И они поэтому сказали, научи нас молиться, научи нас молиться. И вот, друзья, Дух Святой, вот написано в послании римлянам, 8 глава, написано, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой нас учит. Дух Святой нас учит, как молиться, о чем тут молиться. Друзья, я знаете, меня особенно трогают проповеди или молитвы, трогают в собрании, автору которых является Слово. Это написано в послании Иуды, написано так, «Назидая себя, молясь Духом». Друзья, прежде всего Дух Святой нас учит вот так-то молиться, открывает нам небо. Он сначала, вначале говорит проповедник, вначале говорит Слово, а после Слова молимся уже мы. То есть мы уже научены, как молиться, о чем молиться. И в послании Иоанна то написано так, «Если мы что просим по воле Его, а именно Его волю мы узнали из Слова Божьего, потому что Дух Святой говорит ясно, четко, тут понятно, не двухсмысленно, не как-то туманно, Дух Святой говорит ясно, ясно. И поэтому мы знаем, о чем тут молиться. Его воля нам открыта. И поэтому, друзья, когда мы молимся, мы имеем свидетельство внутри себя, что Бог нас слышит. А раз слышит, то обязательно ответит. Друзья, есть молитвы, которые нам кажется, что Он нас не слышит. Почему? Потому что мы не получили ответа вот тут же. Друзья, но нам нужно смотреть не на видимое, а на невидимое. Что значит? Дух Святой нас, Он может быть, не ответил видимо. Ну, например, мы молимся о детях наших. Мы молимся о близких наших, о родных наших. Мы молимся об успехе этого благовестия. Но, друзья, Дух Святой уже сообщает, я слышу тебя, дитя, молись еще. Молись еще. И по нашим молитвам Дух Святой работает в сердцах наших близких, родных. Я хочу сказать, Он никого не ломает. Он никого не угнетает. Поэтому не приводит человека моментально по нашей молитве. А Он нежно работает в наших, в сердцах тех, за кого мы молимся, и приводит их к Богу. Друзья, у меня есть друг Вячеслав Иванович. В Коряжме он тут живет. Вы знаете, это многие его. Он молился за свою жену 25 лет. 25 лет. И на последнем году в жизни Дух Святой привел ее. Дух Святой привел. Она целый год проходила это собрание. Она не успела принять крещение. Но она молилась в церкви. Она лично по ее инициативе принесла своего внука. И мы совместно совершали молитву. И она тоже была на коленях на этой молитве. Друзья, 25 лет Дух Святой нежно трудился в сердце. Друзья, вот такая его работа. Друзья, это говорит о чем? Что нам открыт, Дух Святой открыл нам доступ к престолу благодати. Друзья, Дух Святой наделяет нас властью. Сказано, о чем не попросите? Во имя Иисуса Христа будет вам. Друзья, представляете, какую мы имеем власть. Друзья, четвертый пункт. Что делает Святой Дух? Друзья, Святой Дух, Он готовит, я так скажу, площадку для работы. Он вводит нас в зависимость, в зависимость от неба. Это делает Святой Дух. Нагорная проповедь начинается вот с чего. А именно Христос говорил все проповеди Духом Святым. И начинается она вот с чего. Я еще хочу сказать, что никакое пророческое слово не было произнесено по воле и то человеческой. Но изрекали его святые мужи и то Божьи, будучи движимы Духом-то Святым. Так вот, друзья, Христос, Христос, Он начал свою нагорную проповедь с какого-то текста? Блаженны нищие. Друзья, вот просто удивляешься. Блаженны нищие, ибо таковых и Царство Небесное. Друзья, вот если бы я прочитал, блаженны то богатые, блаженны мудрые, а здесь наоборот, блаженны нищие. Что такое нищие? Мы знаем, что если бедный, он не пойдет то просить. У него что-то еще есть. А у нищего уже ничего нет. Он пойдет просить. Он пойдет просить. И вот нищий как раз, нищий он просит. Вот, друзья, вот такими нас сделает Дух Святой перед Отцом. Друзья, бывает, мы слышим такие рассуждения, ну, может быть, они больше от нашего непонимания. Но почему мы все просим? Почему мы все просим? Друзья, да потому что Бог, Он даятель, Он хочет нам дать. И именно, друзья, поклонение в Духе и в истине выстраивается вот так, что-то дары, благословения. Ну, все, все, что есть в небе у Отца Небесного, они проистекают от Него к человеку. Он, Он дает всему жизнь и дыхание, и все. Но не без нашей молитвы, не без нашей нищеты. По мере, чем больше мы, как говорится, обнищали по Его небесным благословениям, тем больше мы получаем. Поэтому, друзья, Бог нас вводит в эту зависимость. Друзья, и нам именно в четвертом пункте открывается вот этот Пенуэл. Пенуэл – это то место, где Яков боролся с Богом. Яков борется с Богом. Друзья, и вот, друзья, вот эта наша Яковская природа, Яковская природа, вот там она сокрушается, сокрушается. И мы понимаем, что без Христа, без Него мы ничего не можем сделать. Ничего. Вот в эту блаженную нищету, блаженную зависимость Дух Святой ведет этого человека. Друзья, мы сопротивляемся, мы боремся, нам это непонятно, потому что, друзья, это против нашего человеческого, нашего плотского умышления. Выпрашивать и стоять на коленях, вымаливать то благословение. Апостол Иоанн говорит, я много плакал, я много плакал. Я помню, когда мы рассуждали над книгой Откровения, один из служителей, который проводил разбор, он подходит к молодому человеку, у которого на все, вот вопросы есть, на все, на все пункты, он все знает, он все понимает, он книгу Откровения раскладывает по косточкам и по пунктикам, все знает. А брат, вот обратился к нему, ну и говорит, «А я хочу у тебя тут спросить, а сколько ты плакал? Сколько ты плакал, чтобы получить Откровения? Сколько ты?» Он говорит, плакал. Он так удивился, ему даже было непонятно. А зачем плакать? Я понимаю. Вот так вот, понимаете, вот так. Друзья, вот в эту святую зависимость, в эту нищету, в это банкротство ведет нас Святой Дух. Друзья, фарисеям это было непонятно. Они говорили, они говорят, мы видим, мы видим. Он говорит, если бы вы говорили, что вы слепы, вы бы видели. А так как вы говорите, что вы видите, вы остаетесь слепы. А в Нагорной проповеди, чуть ниже, то написано так, «Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они то насытятся». А в благословенной проповеди, то Марии, когда она вдохновленная святым духом, она говорит такой текст, «А алчущих исполнил то благ, а богатящихся отпустил нищим». Друзья, вот здесь мы вот на собрании. Мы получим и услышим ровно столько, насколько мы нищи, насколько мы зависимы или насколько мы получили этот благословенный опыт зависимости от Христа, от неба. Вот насколько мы получили, столько мы и получаем здесь. Здесь может быть россыпи хороших текстов, объяснений всего, друзья, всего самого лучшего, отборного, пронесенного через всю жизнь, благословенного опыта о Духе Святом. Друзья, но примем ли мы столько, насколько мы нищи? Друзья, вот этому нас учит Святой Дух. Друзья, немножко такой пример, такой, знаете, на уровне детей. Мы поехали готовить всё необходимое для лагеря, для детского лагеря. Нам в одном месте пообещали бычка зарезать. Только одно было условие – резать некому. Поэтому мы взяли самого опытного охотника у нас, он только уверовал, и он говорит, я в простом рассказе, он сказал нам так, я бычка ложкой тучайной убью. Раз – и всё. И бычок-то готов. Мы говорим, Саша, давай с нами ложку-то бери свою, и поехали. Друзья, как только мы стали приближаться к бычку, ну, ещё, может быть, километров-то сто было, я смотрю, мы так все рассуждаем, мы довольны, что у нас будет мясо тут для лагеря, детей накормим хорошим экологическим продуктом, ну, мы, в общем-то, вдохновлённы этим. А смотрим наш брат, кто призадумался, такой, знаете, молчаливый едет. Мы говорим, брат, а в чём дело? А он говорит, братья, ложкой я что-то забыл, куда бить. Бить куда забыл. Ножик есть? Ножик. Вот ножик и достаточно. Мы говорим, вот ножик? Да найдём ножик, какие вопросы? Друзья, когда мы подъехали уже в деревню, то въехали, он говорит, братья, ножиком могу не попасть. Топорик есть? Топорик. Друзья, но самое интересное, когда он увидел, то быка, а бычка звали, то пятюня звали, когда он бычка увидел, он, друзья, говорит, братья, я чувствую и топориком, я не справлюсь. Друзья, вот так, вот так в нашей, в духовной жизни. Вот здесь в собрании мы всё знаем и мы всё умеем. Но как только мы конкретно сталкиваемся, то с проблемой, я помню очень часто на сочетании, жених с невестой тут стоят, и у них тут в глазах, к сочетателю, они говорят, да мы всё знаем, мы всё понимаем. Покороче, 15 минут, 15 минут, а лучше 10, а лучше 5. Это наставление имеется в виду. Всё коротко, но когда они входят в реальную, в семейную жизнь, мне один из братьев рассказывал, я вспоминал, я искал эту кассету, я искал эту проповедь, я вспоминал это наставление, которое мне говорил, что служитель, как бы я сейчас хотел вернуть время, я бы уже совершенно с другим ухом, ухом слушал бы это наставление. Друзья, вот она, блаженная нищета, в которую ведёт нас Святой Дух. Друзья, и последнее, последнее, то пятый пункт. Друзья, когда Господь приготовил эту площадку в нашем сердце, которая называется «Нищета, то зависимость от Бога», друзья, в 8 главе, послание римлянам, Господь говорит, что Он Духом Святым освобождает нас от закона греха и смерти и открывает нам новый тот закон Духа и жизни. В первом послании Коринфянам, 15 глава, тут сказано так. Смерть! Где твоя жало? Ад! Где твоя? Тут победа. Сила. Жало же смерти. Грех. Сила греха. Закон. Благодарение Господу Иисусу Христу, Который мне даровал ту победу от этого закона греха. Доброе хочу. Не делаю. Злое не хочу. Делаю. Друзья, сколько раз мы начинали новую семейную жизнь? Сколько раз мы начинали новую духовную жизнь и ничего не получалось? Закон греха и смерти. Сила привычки. Друзья, так вот, от этого нас освобождает Святой Дух. Друзья, Святой Дух нам открывает новый закон. Благодарение Господу Иисусу Христу. Благодарение Ему. Поэтому, друзья, пусть нас Господь благословит, чтобы мы доверялись Его работе, были в Его благословенной школе, сверяли работу Святого Духа со священным Писанием, как Слово Божие говорит, вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Спасешь себя и всех тех, которые будут слушать у тебя. Аминь. Аминь.